всем привет и в этом видео я хочу поделиться с вами своими способами своими секретами ухода за волосами давным-давно уже был запрос на это видео и вот наконец таки я снимаю его да конечно нужно было снять его раньше но я все искала какие-то свои москвевы может быть какие-то средства которые мне действительно будут помогать которые мне будут нравиться из месяца в месяц но пока я таких средств для себя не нашла я решила все-таки снять это видео не ждать когда я все-таки найду для себя какие-то заоблачные продукты которые будут делать не знаю что-то волшебное с моими волосами сейчас у меня довольно таки бюджетные средства для волос и в уходе у меня в основном ничего такого необычного нет у меня обычный уход такой же как и у всех но раз был запрос на такое видео я конечно снимаю его для вас и приятного просмотра и до начала видео я нанесла на волосы кокосовое масло пока я буду достиживать кокосовым маслом на волосах я расскажу вам про свой ежедневный уход это какие-то маски которые я сделаю пилинг головы вот давайте с него и начнем я делаю пилинг раз в месяц можно сделать конечно раз в две недели но я не хочу переусердствовать и тем более мне хватает раза в месяц сделать пилинг я делаю как обычно поваренной солью либо вот такой вот соль очень мелкого помола к примеру на данный момент у меня есть соль от ароматики это соль для вам она очень мелкого помола также подходит для пилинга головы но зачастую я конечно использую обычную поваренную соль это выглядит конечно же намного дешевле чем покупать вот такие вот специальные какие-то средства еще такой не ежедневный уход это имеет маски маски у меня совсем обычные есть к примеру тоже репейное масло у меня кстати будет период такой весенний период когда выпадали волосы в осенний период тоже выпадают волосы зачастую да и вообще в любое время года если я вижу что у меня начинают выпадать сильно волосы в таком случае я конечно же делаю репейные маски либо можно делать такие смеси добавлять кокосовое оливковое масло смешивать с репейным и делать какие-то питательные такие вот маски но мне питание особо в принципе не нужно репейное масло стимулирует рост волос использование этого масла я конечно же замечала эффект когда у меня роспушек разные стороны у меня объем становился еще больше и мне конечно это не очень нравилось новые волоски это конечно хорошо но дополнительный такой вот объем мне не очень нравится потому что я тогда вообще похоже на какого-то вот льва с такой шевелюрой и еще одно масло которое я могу вам посоветовать это масло жажоба его тоже можно наносить на корни волос втирать масло жажоба также полезно как и репейное масло для волос еще хочу с вами поделиться такими моментами как у вас должно быть индивидуальное полотенце для волос вы его должны менять как можно чаще хотя бы после двух раз использования потому что потом все равно остается какой-то жир на нем какие-то вредные факторы остаются на полотенце и соответственно вы каждый раз обволакиваете и волосы и на волосах также остается это все и я уже вымыла свои волосы шампунем шампунь я использовала от чистой линии на данный момент у меня березовый и кстати спасибо вам кто мне советовал в комментариях приобрести на этот шампунь потому что до этого я приобретала по моему от чистой линии с крапивой и он не очень сушил кончики волос хотя и на кончики не наносила его все равно когда ты смываешь корней какое-то количество пены попадает на кончики и за счет этого они были у меня очень сухими и нанесла я бальзам уже на волосы от белитами текс это у меня пивные дрожжи я как-то в покупках показывала и очень много говорила в этот бальзам я не знаю понравится ли он всем но мне он очень нравится за то что он делает мягкими кончики волос он оставляет приятный ненавязчивый запах и пока у меня бальзам на волосах я их завернула чтобы бальзаму не мешать питаться волосы еще также выходят за волосами очень важно менять наволочки каждый день также как и для лица также если у вас ломки и волосы либо очень ослабленные волосы и неважно какая у вас длина я вам советую отложить все резинки заколки в сторону забыть про них и ходить всегда с распущенными волосами также если у вас ломкие волосы и очень слабые никаких утюжков и не сушек феном сушить только естественным способом и расчески выбирать из дерева может быть какие-то полезные древесные расчески еще лучше будет если это будет какое-то лечебное дерево дерево с маслами это будет намного лучше лучше использовать это натуральные масла к примеру масло виноградных косточек либо может быть масло ши тоже самое масло жжоба можно наносить на кончики либо использовать какие-то декоративные масла к примеру от горенье сейчас очень большое обширное множество этих масел декоративных которые можно купить в любом супермаркете в любом магазине они также будут питать увлажнять ваши волосы и это будет намного лучше чем какие-то спреи в любых спреях находится какое-то небольшое количество спирта конечно я не советую использовать плойки и фены потому что сама не пользуюсь и зато недолгое время как я перестала ими пользоваться я заметила что волосы мне говорят спасибо и вам также советую перестать использовать фены и плойки какие-то бигуди потому что таким образом вы портите структуру волоса вы ее высушиваете волосы истончаются поэтому они потом становятся сухие слабые и ломкие но даже если вы не используете никакие ни фены и плойки или не используете никакие бигуди даже если вы не пользуетесь резинками и заколками как я к примеру я советую вам все равно использовать термозащиту потому что она очень важно в летний период но все равно зимой также я использую термозащиту потому что искусственное освещение также влияет на волосы особенно если вы находитесь в очень освещенном помещении у меня такое освещенное помещение на работе постоянно от ламп исходит эффект нагревания и очень пересушиваются волосы поэтому масла и термозащита это мои два помощника также я не советую использовать лаки для волос это тоже очень пагубно влияет на нашу структуру волоса многие девчонки любят делать прически какие-либо особенно летом уже за счет этого вы мучаете свои волосы и плюс еще ко всему вы это все фиксируете лаком я вообще таким не увлекаюсь по мне так очень естественно и очень красиво смотрятся длинные распущенные волосы поверьте мне парни не обращают внимание именно на тех девушек у которых какой-то кокошник на голове они именно обращают внимание на тех девушек у которых длинные здоровые волосы у которых распущенные волосы которых естественно они выглядят никакие не запутанные не ломкие не сухие не окрашенные я не советую также красить волосы свое время где-то лет 13-15 я красила волосы и так как я красила волосами после этого нужно было постоянно подкрашивать корни и также это пагубно влияло на волосы теперь я вообще не кашу волосы у меня есть окрашенные отростки это мои кончики как раз те которые у меня больше всего пересыхают и страдают если не обстрекать долго волосы где-то год может быть больше волосы просто как будто задыхаются хотя бы какие-то пол сантиметра нужно отрезать потом волосы вдохнуть и начинают расти полной силой и с новой силой и из-за этого я подстригаю волосы раз три месяца бывает раз полгода это уже не на потолок потому что как-то на протяжении года я не обстрекала кончики и волосами были не в очень хорошем состоянии хотя я за ними ухаживала также девушкам длинными волосами я советую на ночь заплетать косу потому что если вы этого не делаете во первых ваши волосы трутся между одеялом и подушками между вашим телом получается такое трение и вы их затираете также как полотенцем нельзя их тереть также как когда вы одежду одеваете именно на волосы чтобы спрятать от каких-то зимних невзгод потом ваши волосы такие суховатые становятся какие-то тусклые и чтобы этого избежать я вам советую по косичку на ночь это будет намного лучше кстати таким образом волосы остаются на дольше чистыми я это проверила на себе вот я смыла бальзам для волос волосы такие на кончиках мягкие и что я делаю после того когда я смываю какие-то масла с волос какие-то бальзамы шампуни я конечно же беру полотенце и промакиваю волосы вот таким вот образом ни в коем случае мы не трём ни в коем случае мы не акта я не знаю там их рдём дирём мы просто вот промакиваем волосы вот особенно кончики у корней я промахиваю волосы вот таким вот образом не в коем случае мы это все не трем жестко мои волосы сохнут очень долго по времени я не засекала но могут сохнуть и часа два и полтора часа в зависимости от того как я их промокну если я их очень тщательно промакивают то они конечно же высыхают у меня быстрее если я их промокну не очень так тщательно то они будут у меня сохнуть часика два это точно и в окончании всех этих процедур я использую масло для волос у меня на данный момент это масло и вам техник это не масло даже сыворотка по моему для волос но также я очень любила и люблю масло у коренье это масло эликсир по моему я люблю наносить всякие такие средства до их высыхания это на влажные такие волосы я свои волосы не расчесываю после мытья я могу их расчесать только до мытья это совсем так чуть-чуть для того чтобы только распутать сами кончики волос и какие-то склоки если они есть вот это и весь мой уход за волосами надеюсь вам чем-то было видео полезно чем-то интересно если есть какие-то вопросы конечно же обязательно пишите всем удачи до новых встреч